Вы обратили внимание на то, как изменились вообще цены на коммунальные услуги? Да, обратил. Резко повысились. Мне, например, за квартиру 88 метров только за одно затопление пришло 5000 рублей. Я считаю, это недопустимые цены и непонятно, кто в этом виноват. Потому что, допустим, среднесуточная температура в январе и в декабре была практически одинаковая. Ну, среднемесячная, я имею в виду, по минусу. Почему разница, допустим, даже там тоже была немалая за декабрь 4000, а сейчас стало 5000, 5000, 25 рублей, по-моему, 63 копейки даже. То есть, конечно, ну, это кошмарно. Потому что у людей, особенно у пожилых, ну, практически 80% зарплаты уходит чисто на коммуналку. На что людям жить остается непонятно немножко. Скажите, вы как-то собираетесь решать этот вопрос? Куда-то обращаться? Ну, можно, конечно, обращаться в жилинспекцию. Вроде бы, как в средствах массовой информации написали, что даже депутатский запрос последовал на это. Посмотрим, как что будет. Отопление отлично у нас даже. У меня на что пожаловаться. Ну, очень дорого. Вот некоторые дома, например, общежитие. Там вообще жить невозможно. А берут такое же самоотопление, как вот в жилых наших домах. Суммы, цены на коммунальные услуги изменились? В январе, да. Подорожало, да? Намного? Ну, рублей на 300, 400. А, на 300, на 400. Ну, у нас однокомнатная. Один человек прописан. Отопление подорожало? Отопление подорожало сильно. Оно вообще оправданно? Это, ну, как бы, отапливает хорошо, без перебоев? Нет, не очень хорошо. Вот этот месяц прям прохладно очень было. 21 градус в квартире. Мне не очень это устраивает. Потому что приходится одевать еще какую-то теплую одежду. Ну, вообще, вы знаете, я подумала, если еще вот хотя бы несколько дней будет так же холодно. Сегодня, вот собиралось уже. А сегодня прям утром стали почему-то градусов на 3 теплее. Но, может быть, они справляются. Я все время надеюсь, что у них здравый смысл восторжествует. Отопление было нормально, но за отопление горячей воды, наверное, энергоносители дорожают. Ну, примерно, вот на сколько дорожало? На полторы тысячи, что ли, жена сказала. Это ощутимо. Обратили внимание на то, что цены на коммунальные услуги значительно поменялись по сравнению с предыдущими? Да, да. Подорожало? Очень существенно прям. Что подорожало конкретно? Ну, это тепло. Отопление? Два раза, да, почти. А, ну, два раза даже? Да, вот у меня полторы тысячи я платила, сейчас три. А вообще оно соответствует, такие суммы? Конечно, не соответствует. Собственно говоря, и морозов-то не было таких, каковых вот в декабре, и они вот и за февраль берут. И за январь, и за декабрь. Ну, в декабре какие морозы были, и в январе так же не очень-то. Ну, там были какие-то отдельные дни, но это не значит, что надо топить так, чтобы два раза увеличилось. Вот так. Собираетесь как-то вообще решать эту проблему, обращаться куда-то? Ну, хотелось бы, конечно, обратиться. Чего же такой беспредел творится? Мне кажется, всегда так. За отопление много, но это зимой всегда так. Ну, каждую зиму так много или в этом году вот как-то особенно дорого получается? Да, мне кажется, и в прошлом году так же мы платили, и в этом году. Я что, считаю проценты? Я вижу, что подорожало, а насколько? Ну, несносно, я скажу. Иду в магазин пожрать взять, я чувствую, что там уменьшилось. Раньше я вольгот на себя вел, пожрать мог хорошо. Сейчас я уже думаю, что мне пожрать. В прошлый месяц за декабрь прислали отопление, аж вот, 5 тысяч с лишним. Одно отопление. Но в этот раз, конечно, 3 500, но уже чуть поменьше, но все-таки. Ну, так, конечно, очень большие коммунальные платежи. А вот эти суммы, они вообще оправданы? Вы знаете, ну, я что хочу сказать. Ну, конечно, когда больше было и тепла, то, конечно, больше они будут и брать. За это, ну, я не знаю. Ну, вот мне, например, по мне, вот я прям аж балкон открывала, мне было жарко. Я не могу спать в такой духоте. Как бы я всегда проветрю комнату. Лучше немножечко попрохладнее, где-то 20-18 градусов, чем 25. Ну, все подорожало. Отопление. Сумма большая. Ну, у нас висит в подъезде, что и с 1 июля тоже подорожает. Расценки, да, висят. На улице не было такого сильного мороза, чтобы платить столько. В старых домах не отапливается. Вот как мы платим, я не знаю, за что мы платим. Отопления нет совсем. Обращались куда-то, в управляющую компанию? Да некогда обращаться, работаем. Полпенсии уходит на всякие коммунальные услуги. Насколько вообще повысилось? Вот живу одна и плачу 5500, все услуги. Это и вода, газ, и мусор в том числе. Очень тяжело. Ну, до этого было меньше гораздо, да? Меньше. Вот в ноябре было прям 3-2,5, а сейчас просто невыносно. Ну, а вообще это оправдано, что вот такие дорогие суммы? Действительно ли отопление и водоснабжение, оно все бесперебойно работает? Ну, можно сказать, что да, и тепло в комнате, и как бы форточек открываем даже, вода. Это, конечно, хорошо. Без всяких проблем. Но дорого, да? Но дорого, но дорого. Заметил затопление, заметил. Насколько сильно повысилось? Ну, у нас где-то рублей на 700, наверное, поднялось. Обидно, обидно. Так у нас и в прошлом году так же топили, и в начале этого года топили, в принципе, так же. Только за счет чего? Обещали повышение тарифов с июля месяц, а сейчас далеко не июнь. И даже не июнь. Обидно, еще раз обидно. И ни за что, главное. Обидно, что обманывают, ну, придя в глаза, честно так. Отопление, вот, я за двухкомнатную квартиру 300 заплатила. Ну, вот, и так вроде бы ничего, но еще оплата-то это ладно. А дело в том, что приходишь в Сбербанк, там, чтобы заплатить за коммунальность, там нужно заплатить. Заплатить за, что там, капитальный ремонт, там еще, за квартплату. Пойдешь на почту, то же самое, берут налог. Ну, мне извините, ну, там 20 рублей, здесь 20 рублей. Так что, вот так вот. Если была бы пенсия, бы, допустим, там, хотя бы 20 тысяч, другое дело. У нас есть бабушки, которые тоже точно так же получают пенсию. Ну, вот у меня пенсия 12 тысяч, но у других есть и вообще меньше. Я за квартиру, двухкомнатная квартира, за отопление 3600 плачу. Это куда? А температура на улице была плюсовая почти. Ну, и каково это? Ну, а топит-то у вас, например, хорошо? Да, почему, почему хорошо? Ну, она чуть теплая батарея. Она топится, да. Но она чуть теплая. Она не горячая, она такая, чтобы там горела. Не стоит таких денег отопления, да? Безусловно, безусловно не стоит. Разве можно? Грабят народ.